Сегодня в Москве откроется пассажирское движение по новому, центральному кольцу. Фактически оно даст москвичам более 300 различных вариантов пересадок на метро, пригородные поезда или наземный транспорт. Журналистам уже удалось проехаться по новому маршруту. Моя коллега Елена Евдокимова буквально впечатлена. Всего на кольце откроют 31 станцию, ну а 10 сентября запускают пока не все станции, а только 20. На самом деле еще не все. Готово, конечно. О боже, это не то слово! Блин! Я еще, наверное, заморал плащ. Так журналисты тестируют. Самые первые. Кольцо будет перевозить до 250 миллионов пассажиров в год. Вообще интервал движения поездов от 6 до 12 минут. Но сейчас пока тестовый режим и вот мы ждем уже поезд где-то минут 20. Ласточка, где ты? Мне кажется, операторы, конечно, себя сегодня чувствуют братьями Линьер. Все снимают прибытие поезда. Так. А вот и он. Да, у нас там машина осталась. Если поезд подходит, а пассажира нет, дверь сама не открывается. Но если пассажиру надо выйти, надо просто нажать на зеленую кнопку. Следующая станция. Все 33 поезда «Ласточка», которые будут эксплуатироваться на кольце, все российского производства. Это совершенно новый сервис в самом поезде. И мы надеемся, нашими гражданами это будет правильно воспринято, например, к обустроенным туалетам в каждом поезде. Это приставные сидения. Так. Давайте присядем. И можно сесть. Удобно? Конечно, удобно. Да, мне кажется, экономить пространство, да? То есть, когда людей много, то, соответственно, мы их убираем. Ага. Да, зарядка идет. МОС Метро Фри. Да, есть сигнал стабильный. Но здесь есть бесплатный Wi-Fi, вот хотя с такими видами из окна, конечно, никакой интернет не может. Намного интереснее смотреть, что там происходит. Жизнь за окном, за стеклом. Протяженность Московского центрального кольца 54 километра. Чтобы преодолеть это расстояние, потребуется 84 минуты. Если вы в детстве помните выражение «ту-тук-ту-тук», то на ласточке вы не услышите таких звуков. Плавный ход. И тук-тук-тук-тук не будет вообще никогда. Приезжайте на других поездах. У нас всегда есть метроромантики. Есть очень много новых современных технологий. Здесь бесцветофорное движение между станциями. Поезда видят друг друга. Мы видим все поезда в диспетчерском центре. Поезд машиниста отмечается сколько метров до ближайшего к нему поезда. Это суперсовременная система. Вот здесь непосредственно мы видим, что вот здесь будет ласточка. Да, в режиме онлайн едет ласточка. Номер поезда 6245, номер борта 39-й борт. Это все остановочные пункты. Из 31 остановочного пункта 17 транспортно-пересадочных узлов. Вот они с метрополитенов, значок М на них указан. И номер линии Московского метрополитена. Значит, на этой станции мы можем пересесть... Да, на этой станции вы сможете пересесть с электропоезда на метрополитен. А где-то еще пересечения с поезда, не с ЖД? Да, здесь будет пересечение с железной дорогой. Пока здесь это визуально не выведено. Но вот платформа Нижегородская, например, это пересечение с горки с тревогой на московской железнодороге. Там 200-300 метров до платформы. И пересесть можно на обычную электричку и дайкать до петушков, к примеру. Москва-петушки. Москва-петушки, да. Бесплатно кататься по московскому центральному кольцу можно будет целый месяц, начиная с сегодняшнего дня. Ну, а потом пересаживаться бесплатно с метро на кольцо и обратно можно будет в течение 90 минут после прохождения турникета. Но для этого, правда, нужно обновить, перепрошить свои билеты. Если они были куплены до 1 сентября, а если после, то ничего уже делать не надо. Субтитры создавал DimaTorzok Московские власти и строители обещают, Московское центральное кольцо значительно сэкономит время в пути. Мы решили выбрать самые скоростные маршруты и посчитать, насколько можно сэкономить. Итак, дорогу от станции Локомотив до станции Партизанская можно смело назвать чемпионской для всего МЦК. На этом примере легче всего продемонстрировать суть и потребность в круговой электричке. Раньше этот же путь москвичи преодолевали в подземке за 35 минут. Девять долгих станций, две пересадки. С сегодняшнего дня это все уйдет, видимо, в прошлое. Общий маршрут составит по прямой всего 3 минуты время. Итак, по прямой и с ветерком. Экономия получается в 11 раз. Следующий маршрут – Ботанический сад Владыкино. Еще один пример спринтерской скорости. Серые и оранжевые ветки метрополитена, как известно, не пересекаются. В том числе и из-за этого пассажирам приходилось делать сразу две пересадки и долгих полчаса трястись в подземке. Сейчас электричка доставит вас за те же молниеносные 3 минуты, что и в предыдущем случае. Быстрее в 10 раз. От Автозаводской до Дубровки теперь в 7 раз быстрее. Московское метро, конечно, живописнее. Как-никак самое красивое в мире. Но этот вариант теперь больше подходит для туристов и гостей столицы. 5 станций, 3 пересадки, 23 минуты. В общем, все размеренно и как-то в стиле 20 века. Но в 21-м это уйдет на 20 минут меньше. Раз – и готово. Деловой центр. Оттуда отправиться до Полежаевской, к Москве-сити, стало гораздо быстрее. К примеру, от фиолетовой ветки метро, а именно Полежаевской, путь к Высоцкам, столице, раньше занимал 27 минут. Теперь всего лишь 4. Тоже экономия в 7 раз. Деловой центр стал ближе и для жителей района Хамовники. 5 станций и 2 пересадки под землей сменились двумя станциями на электричке. Время сократилось в 4 раз. 27 минут до 7. В общем, получается, что самую большую экономию во времени получат пассажиры, чей маршрут пролегает между двумя соседними ветками метро. Ну, все-таки с эстетической точки зрения могут многие предпочитать именно пейзаж за окном электрички вместо непроглядной тьмы подземных тоннелей. В общем, выбор сейчас, конечно же, за москвичами.